Госдолг Казахстана достиг 28,5 триллионов тенге. Желесмены обеспокоены растущим долгом страны. Они считают, что это грозит республике техническим дефолтом. С депутатским запросом они обратились к премьер-министру Алихану Смаилову. По словам народных избранников, расходы республиканского бюджета на обслуживание долга менее чем через два года составят 3,5 триллиона тенге. Это почти 15% от всех расходов. И такими темпами к 2030 году расходы на обслуживание госдолга составят до 49% к ВВП. Какие еще вопросы обсуждали в Мужелесе, расскажет Ратмир Аубакер. Темпы увеличения правительственного долга значительно опережают среднегодовой рост ВВП. К примеру, за последние 15 лет они составили в среднем 28%, тогда как ВВП лишь 15%. Как утверждает депутат Адель Жубанов, если в ближайшем будущем не предпринять мер по исправлению ситуации, то это вполне может привести к техническому дефолту бюджета нашей страны. Последние годы, по его данным, страна теряет существенную часть доходов из-за применения налоговых льгот, в том числе индивидуального характера. Мужелесмен предложил провести инвентаризацию действующих субсидий и других преференций, а также льгот по НДС и пересмотреть их в сторону перерабатывающих предприятий и производителей готовой продукции. Несмотря на приоритетность развития реального сектора экономики, наибольшая доля льгот приходится на финансовый сектор. Уровень налоговой нагрузки финансового сектора в Казахстане является относительно низким. Отдельно необходимо отметить, что в налоговом кодексе содержатся нормы, предоставляющие льготы индивидуального характера, что противоречит принципу справедливости налогоблажения. В то же время много вопросов при субсидировании экспортеров через возмещение НДС. Отсутствует преимущество экспортеров товаров высокого передела перед экспортерами сырья. С 2017 по 2020 годы экспортированы на 7 триллионов тенге из них 95% сырья и всего лишь 5% готовой продукции. Как следствие, возврат НДС не стимулирует экспортеров сырья на развитие производства в нашей стране. Подняли в Мажелисии вопросы по возврату государству незаконно выведенных активов. Депутаты потребовали от Генпрокуратуры отчитываться перед парламентом о проделанной работе. Ирмурат Бапи напомнил, что комитет по возврату активов был создан два месяца назад по поручению главы государства. С тех пор, по словам Мажелисмена, информации о деятельности ведомства не поступало. Ни общество, ни депутаты, которые принимали закон о возврате незаконно выведенных активов, не ведают, чем занимается комитет. Хотели бы получить у Асылова и Суиндыкова ответы для выполнения поручений, поставленных президентом. С какими силовыми структурами работает данный комитет? Изначально президентом был установлен штат комитета в количестве 130 человек. А сколько в комитете сотрудников в настоящее время? Сколько в том отделе, который работает с иностранными юрисдикциями, с бюро международного розыска? За последние два месяца есть активы, которые были возвращены в страну? Если да, то в каком объеме? Обеспокоены депутаты Нижней палаты парламента и экологическими проблемами. Они призвали к экономии питьевой воды, так как уже в ближайшее десятилетие Казахстан рискует испытать ее острый дефицит. По мнению мажелисменов, уже сейчас в стране нужно повышать эффективность использования и управления ресурсами. Сергей Пономарев в своем запросе отметил необходимость в разработке экономических механизмов, которые стимулировали бы бизнес к активному внедрению водосберегающих технологий. Депутаты напомнили, что ранее глава государства поднимал вопрос дефицита воды, поручив построить 20 новых плотин и модернизировать 3,5 тысяч километров каналов. Однако, по их мнению, правительство не торопится выполнять данные поручения. В мажелисе предложили провести полную инвентаризацию таких объектов в стране, диагностику состояния и при необходимости вернуть их в собственность государства. Кроме того, нерешенными остаются и вопросы трансграничных рек. От Мирова Кирдархан Кунтуф, Аманжел Багазин, Хабар.